Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях Виталий Алексеевич Чепрасов, заместитель начальника отдела по вопросам миграции межмуниципального управления МВД России Люберецкая. И будем мы обсуждать, естественно, миграционные вопросы. Их, как всегда, достаточно. И тем более сейчас такая сложная, продолжается сложная ситуация. Непонятно, будет ли вторая волна. Не знаю, насколько это влияет на вопросы миграции. Тем не менее, попробуем все обсудить. И Виталий Алексеевич любезно согласился нам ответить на эти вопросы. Ну, давайте сразу же с самого простого. Как на сегодняшний день ведется миграционный учет? Есть какие-то изменения, новшества? Как проистекает ваша работа? Ну, наша работа заключается не только в миграционном учете. Мы охватываем весь спектр услуг по контролю надзору на осуществлении полномочий в сфере миграции всего района, можно сказать. И включает в себя не только миграционный учет. Так, ну, миграционный учет – это просто как для человека гражданского в данном случае. Мы прекрасно понимаем, что это люди, которые, являясь мигрантами, они поставлены на учет. То есть, мы их видим, мы их можем отслеживать, какие-то их действия и так далее. Вообще, как сейчас с миграцией обстоит дело? Ну, с миграцией сейчас же с 15 марта нет вновь прибывших иностранных граждан. И по указу президента Российской Федерации номер 274, внесенной в него изменениями, до 15 сентября, в соответствии с вышепомянутым указом, мигрантам не нужно предпринимать никаких действий по своей легализации. То есть, до 15 сентября они находятся все абсолютно легально. То есть, не будет никаких штрафных санкций, никаких штрафов, никаких санкций, репрессивных мер к ним применяться не будет. То есть, принимающая сторона и мигранты могут абсолютно спокойно находиться. Вместе с тем, они, если изъявят такое желание, могут прийти к нам в подразделение и подать соответствующие документы для продления регистрации. Вместе с тем же, они могут и подать документы на получение патента для осуществления трудовой деятельности. Этот указ не затрагивает... То есть, если патент заканчивается, или они вообще хотят по-новому какой-то патент приобрести, они могут к вам прийти и заняться? Нет, патенты оформляются не у нас. Они оформляются централизованно на всю Московскую область. Это находится в деревне Путилково, Красногорска. Ну, по крайней мере, они могут к вам обратиться, правильно? Они могут к нам обратиться. Хорошо. А вот это число 15 сентября, то есть, пока вы работаете в связи с этим указом до 15 сентября. Если придет какое-то новое изменение, то либо продлят этот указ, либо каким-то образом изменят. И опять мы вернемся, ну, предположим, если не будет пандемии, не будет второй волны, то есть, мы вернемся, как это все обычно происходило. То есть, они будут обязаны оформлять все эти документы в соответствии с законодательством Российской Федерации. И свое пребывание на территории, в том числе, городского круга Люберца. Такой вопрос. За то время, которое, назовем так, пандемийным, да, понятно, что официального притока мигрантов не было, потому что границы как бы закрыты. Но, наверное, какая-то миграция Москва, Московская область же происходит. Вот как-то здесь какая-то работа ведет. Вы сотрудничаете с какими-то другими коллегами из Московской области? Есть какой-то общий контроль за передвижением? Вы имеете в виду перемещение иностранных граждан внутри? Да, да, да. Да, это иностранный гражданин имеет полное право изменить свое место пребывания в пределах Российской Федерации и прийти к нам вместе с принимающей страной и уведомить нас о изменившихся обстоятельствах его нахождения. О перемещениях. И еще такой вопрос. Кстати, многие немножко сталкивались, но это, прежде всего, касается районов приграничных. А если вот иммигрант, находящийся в городском округе Люберцы, хочет сейчас выехать, ну, в силу каких-то, да, причин, у нас же есть рейсы, где можно полететь в связи с семейными проблемами или по лечению, он просто может, вы здесь какую-то помощь оказываете, или он сам должен как-то выехать и все, через границу? Мы... Сняться с учета, например. Нет, это не требуется. Этого не требуется. Это не требуется. Хорошо. Давайте мы теперь поговорим, в общем-то, как поставлена работа с мигрантами с точки зрения, ну, мы помним, были периоды и в Москве, и в Московской области, в больших городах, да, когда был какой-то большой наплыв мигрантов и немножко создавалось такое, ну, нервничали немножко местные жители. На сегодняшний день приходят какие-то жалобы от жителей по поводу работы мигрантов, есть какой-то контакт, либо ситуация, ну, более-менее спокойная, все занимаются своим делом. Мигрант своим, а граждане Российской Федерации своим делом. Ну, тут нужно немножко разделять мигранты само по себе. У нас, в нашем представлении, каждый черноволосый гражданин, он окружающим представляется мигрантом. Ну, на самом деле, он может являться и гражданином России. И они также находятся здесь на абсолютно законных правах. И, да, есть в некоторых районах, там, это всем известные, в нашем, это котельнике, Октябрьский, то есть, где они массово заселяются, то есть, они приобретают жилье там. И, то есть, это вызывает, если посмотреть на картину, как бы, постороннему человеку, что там живут одни мигранты. Но при проверках, при выяснении всех обстоятельств, там оказывается масса людей, которые являются гражданами России. И вот по поводу гражданства. Сегодня мигрант, который, например, хочет со временем получить гражданство Российской Федерации, он же проходит какой-то этап. Да, он должен получить там разрешение на работу, потом разрешение на временное проживание. Вот в этом плане сегодня, насколько упростилась, может быть, работа обращается? Много ли обращений мигрантов, которые хотят стать гражданами Российской Федерации? Сейчас вынесены изменения 62-й федеральный закон о гражданстве, номер 134, федеральный закон, 24 апреля. С 24 июля вступили изменения, которые упрощают процедуру приобретения гражданства. Вот как она проходит теперь, просто интересно узнать. Ну, то есть... Хотя бы фрагментарно. То есть она упрощает приобретение гражданства гражданам Республики Беларусь, Казахстан, Молдова, Украина, при наличии у них имеющегося действующего вида нажительства в России. То есть там уже не требуется проходить ряд процедур. И срок, да, пятилетний? Не нужно уже там... То есть у них должен быть вид нажительства, и они уже могут подавать на гражданство уже упрощенно в порядке. А скажите, много желающих выдать документы? Очень много. То есть документы обороты серьезные, да? Очень много сейчас в связи с вступлением в силу изменений. И очень мы наблюдаем большой наплыв граждан. То есть еще даже месяца практически не прошло уже. Да, и у нас как бы мы работаем, чтобы минимизировать людям очереди, чтобы это... Там открываем дополнительные окна, привлекаем специалистов с другой линии работы, чтобы это наладить в рабочем режиме. А скажите, пожалуйста, вот эти люди, они откуда берутся? Вы кого-то берете на работу или вам присылают по направлению из других регионов? Нет, это не присылают. В других регионах ситуация, я не думаю, что она сильно различается. Ну, просто у нас как бы он густонаселенный район. И если сейчас так вот мы проводим анализ данной категории граждан, которые могут подать на приобретение гражданства в упрощенном порядке, у нас порядка около трех тысяч человек. То есть мы их обзваниваем, ищем какую-то связь, чтобы растянуть... Выстроить их. Выстроить их, чтобы не шли сразу. Я просто поясню, да, я помню, был период, когда, ну, давненько уже лет пять, когда люди приходили, например, я сейчас имею в виду не городской округ Люберц, а вообще, да, как служба была, фидеральная эмоциональная служба, люди приходили, в четыре утра занимали очередь для того, чтобы попасть и сдать документы. То есть на сегодняшний день, понимая, что желающих может быть много, вы пытаетесь выстроить так ситуацию, то есть сотрудничать с гражданами, чтобы они не приходили все вместе в одно и то же время и стояли в бешеной очереди. Правильно? Да, ну, граждане у нас зачастую... Не понимают это. Да, и по привычке, чтобы очередь, какие-то листочки... Да, мы ведем определенную работу, чтобы это перевести на электронные рельсы. Ну, это не только от нас зависит, и главное управление МВД России по Московской области, чтобы человек имел возможность подать заявление в электронном виде. То есть прийти уже в выбранное им время без визита, без визита к нам за какими-либо талонами, да, да, да. Еще что-то. Пришел человек в 12.45, его приняли, все. Ну, и вам это упрощает работу. Я позволю себе даже такое сравнение, это, знаете, как вот в поликлинику, и тоже каких-то удалось все-таки создать, что работают по талонам, очереди нет, люди пришли, сделали свои дела, ушли. Другой вопрос. Успевают ли вот состав ваших кулек, которые с вами работают? Есть ощущение нехватки людей или достаточно? Да, есть ощущение нехватки, но у нас же много линий работы, масса, они не только там гражданство. Вот сейчас у нас там стоит остро проблема гражданства, мы можем человека снять с другой линии, переместить сюда. Но само по себе законодательство о гражданстве, оно достаточно объемное, и тут нужно подходить взвешенно, и все. Так нельзя просто документы принять. Если человек принял документы, то они уже получают все, идут уже дальше. Ну вот мы сейчас говорим как бы со стороны самой процедуры, а вот давайте этот вопрос еще на две части разделим. Со стороны граждан Российской Федерации, ну, некого глобального гражданина, который хочет, чтобы гражданство получали люди, ну, скажем так, достойные, да, у которых нет никаких правонарушений и так далее. Как долго идет проверка, и насколько велика вероятность, что может случайно проскочить и получить гражданство человеку, у которого не очень чистая биография? Ну, проверка на приобретение гражданства, она достаточно многоступенчатая. Мы проверяем по своим учетам, проверяют органы безопасности по своим учетам. И только после этого выносится решение о приобретении гражданства тем или иным гражданином, который... То есть мы можем быть спокойны, что новые граждане Российской Федерации более-менее с чистым сердцем, с чистыми надеждами приходят к нам. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, после чего вернемся. Напомню, что сегодня у нас в гостях Виталий Алексеевич Щепрасов, заместитель начальника отдела по опросу миграции Межмуниципального управления МВД России «Люберецкая». Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас в гостях Виталий Алексеевич Щепрасов, заместитель начальника отдела по опросу миграции Межмуниципального управления МВД России «Люберецкая». И вот мы с Виталием Алексеевичем продолжаем тему не только мигрантов, но и вообще тему, чуть позже я поговорю об оформлении паспорта, как паспорта государственного образца, правильно, наверное, так называется, и паспорт гражданина Российской Федерации, да. Но он же является как государственного образца. И, конечно же, как идет оформление заграничных паспортов. Все-таки еще один вопрос по иммигрантам. Вот когда-то, опять же, буквально лет пять назад, были такие волны, опять же, в больших городах и так далее, когда проверка приезжает в большой дом, ну, там, многоэтажный, вот, вроде никого нет, уезжает раз, опять большое количество людей, которые живут где-то в подвале или каких-то там, вот, строительных домиках, потом опять приезжают, проверяют, опять никого нет. Вот как сейчас идет эти рейды, или не знаю, как это называется? Ну, эти рейды проходят на регулярной основе, и также все это проходят проверки мест пребывания, мест осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами. И они заключаются не только там, вот, приехали, приехали, посмотрели и уехали. Так не проходит. То есть, проходит проверка, выясняются обстоятельства, кто привлек данных граждан на работу, кто расселил их там в том или ином помещении. В отношении самих граждан там до пандемии принимались судом решения о их выдворении за пределы Российской Федерации, о их помещении в Центр временного содержания иностранных граждан, у нас он единственный в Егорьевске. То есть, по окончании этих процедур в отношении укаженных граждан выносилось решение о неразрешении им въезда в Российскую Федерацию. Этим также мы занимаемся. И для того, чтобы эти граждане не нарушали законодательство, то есть, если человек совершает там два и более правонарушений административных, в отношении него также принимаются решения о неразрешении ему въезда на территорию Российской на три года, на пять лет, на десять лет. То есть, это такая достаточно полномерная работа. Она так, приехали-уехали, так... Ну, пост мы тоже не можем выставить круглосуточный. Но работа ведется по выявлению лиц, привлекших их на работу, в отношении которых также составляется административный протокол. Там штрафы какие-то сумасшедшие, да? Ну да, штрафы там на юридических лиц, там одни, на должностных лиц, другие, на физических лиц, третий штраф. Также привлекаются при выявлении всех обстоятельств к ответственности люди, предоставившие им жилье. Будь то частный человек, который там поселил у себя их и не зарегистрировал, он также подлежит административной ответственности. Хорошо. Ну, вот такой вопрос. Мы говорим сейчас о гражданах иностранных государств. А если, например, человек приезжает в Московскую область, из любого другого региона, он должен как-то регистрироваться? Нет, на 40-90 дней не должен. 90 дней? А если 90 дней больше? То временную регистрацию сделают. То есть он приходит к вам или с помощью почты отправляет? Нет, он принимающая сторона, кто приходит, подает заявление. Это можно сделать гражданам России в МФЦ, на портале государственных услуг. На почте нет. Ну, можно на портале государственных услуг, либо к нам. Заполняют документы абсолютно бесплатно, все подают, регистрируются. Хорошо. И тут как раз мы переходим еще к одной теме цифровых технологий. Я еще помню те времена, когда вот этот сумасшедший документ оборот, когда было принято решение, что мигранты не имеют... Я имею в виду граждане других государств, они же мигранты, не имеют права работать без разрешения. То есть власти должны знать, что они работают. Неважно кто. Рабочий, врач, преподаватель. Ты должен иметь право на разрешение на работу или временное проживание. Вот тогда таких цифровых технологий не было. Вот на сегодняшний день они вам в чем помогают? И вам, и гражданам? Ну, гражданам помогают в том, что минимизировать свои визиты, то есть не надо стоять ни в очереди. Человек заполняет на портале государственных услуг, подает заявку, получить разрешение на временное проживание, выбирает подразделение, записывается, ему дают пин-код. Он приходит, активирует этот пин-код в нашем терминале и спокойно идет в кабинет. Не всегда работает корректно, конечно, я не могу сказать. Ну да, техника бывает своей. Техника есть техник. Но мы работаем над этим вопросом, и они действительно облегчают нашу работу. Насколько примерно процентов чувствуете облегчение? Ну, если бы еще более развивалось, то было бы попроще, конечно. Но с другой стороны, как бы и вал тоже увеличивается, если люди, ну и людям лучше, люди, которые там по тем или иным причинам не хотят там стоять в очереди, подал все и... Ну, то есть если раньше надо было получать тот же паспорт, и человек понимал, да не хочу, я идти подожду потом, да? То сейчас ему... Так нет, паспорт он должен получать. Я не имею в виду, например, заграничный паспорт. Может, можно не получать, но не обязательно всем... Нет, заграничный, да, это по желанию, но... Сегодня он понимает, что заполнив какие-то документы, у него быстрее это может получиться, чем если бы он раньше приходил и стоял в очереди. Ну, сейчас очереди как таковой уже нет. Сейчас можно на заграничный паспорт, на портале государственных услуг записаться на посещение на завтра. То есть... А придет как-нибудь такой момент, что вообще все перейдет на цифровые технологии, будет минимизировано ваше общение? О наше общение, и так уже вот конкретно с гражданами России, оно уже достаточно минимизировано. То есть человек посещает, он подает заявление. Так. На портале государственных услуг. Это ему идет еще 30% ниже госпошлины за получение заграничного паспорта. То есть если 5 тысяч, он будет платить 3,5 тысячи. Он подает заявление, заполняет ее все, прикрепляет фотографию электронную, отправляет в наше ведомство. Выбирает подразделение, отправляет в ведомство. Мы его уже рассматриваем, электронное заявление. Специалист уже переводит из статусов поданное, то есть оно в статусе поданное. Специалист, рассмотрев заявление, переводит статус принято. То есть как приняли заявление, уже идет обратная связь с заявителем, ему в личном кабинете пишут, то вы приглашаетесь на прием в подразделение для фотографирования в биометрической кабине. То есть загранпаспорт биометрический, там подразумевает не простую фотографию, а цифровую. Человек также, получив это сообщение, заходит на портал государственных услуг, выбирает личное посещение, выбирает дату и время, подходит к обозначенному времени, его приглашают в кабину, фотографируют и отправляют паспорт на печать уже на госзнак. После этого, как все приходит, и он в установленные сроки получает свой паспорт, и все. Сегодня можно иметь два заграничных паспорта? Можно иметь два. Можно иметь два. Хорошо. И давайте поговорим о простом паспорте. Вот тут тоже, может быть, наверное, есть две составляющих. Это когда гражданин Российской Федерации получает паспорт, и когда получает, например, уже человек, который подавал на гражданство. Тут какая существенная разница есть? Ну, мы с вами граждане России. Сейчас гражданин России может получить паспорт в любом подразделении. То есть, если вы там в Владимирской области потеряли паспорт, вы можете обратиться в Владимирскую область. Так же, как масса людей обращается у нас за получением документов. Для нас с вами, которые зарегистрированы на территории городского округа, там, Люберцы, срок изготовления, срок выдачи паспорта 10 дней по месту жительства, по месту пребывания или по месту обращения, то есть человек из Владимирской области, будет у нас срок изготовления паспорта 30 дней. Ну, чтобы получить какую-то информацию. Те запросы, которые мы будем направлять в те ведомства, которые выдавали паспорта. Хорошо. А вот если получает гражданин иностранного государства, пришло время ему получать паспорт. Вот я помню, что какой-то был период, когда люди, ну, в силу ряда нестыковок различных государств, получали как бы два паспорта. Оставался свой паспорт, ну, де-факто. О, де-юре вроде бы как нет, де-факто оставался. И получал гражданство Российской Федерации. Была тогда такая форма уведомления о том, что у вас есть второе гражданство. Оно сегодня как-то работает? Да, работает. И сейчас вот в соответствии с вновь принятыми изменениями в федеральный закон не требуется выход из предыдущего гражданства. То есть человек по факту может являться гражданином. Но также человек, как гражданин России, допустим, он принял гражданство другого государства. От гражданства России он при этом не отказывался. Он приходит в наше подразделение, заполняет форму уведомления о наличии у него гражданства другого государства, либо вида на жительство в том государстве. Мы вносим это в учет и все. И когда он пересекает границу, то пограничник видит, что у него есть второй гражданство. Ну да, пограничник. Хорошо. Есть, ну, до пандемии, конечно же, был прирост или более-менее все время одна и та же цифра мигрантов появляется и желающих получить гражданство. Две вот этих составляющих. Наплыв. Ну, то есть до пандемии наплыв был как бы не то, что наплыв. Это ехали люди на работу. На работу, да. На работу. Как бы такой период был зимний. Работы нет сезонной. И ожидалось там прибытие граждан там с марта месяца на строительный сезон. Ну, традиционно. А сейчас как бы в период пандемии нет наплыва никакого. И идут граждане те, которые уже здесь находятся. И они сейчас получили возможность, то есть он находился здесь длительное время, при этом не оформив никаких документов, уже по факту являясь нарушителем, у них появилась возможность своей дальнейшей легализации. Ну, по крайней мере, исходя из того указа, которые сейчас действуют. Самый последний вопрос. К сожалению, в рамках наших программ всего не спросишь. Спасибо, очень много интересных ответов. Кто сегодня, просто нас смотрят и молодые люди, вот кто сегодня может стать вашим сотрудником? Что это за люди? Какой у них должен быть склад ума, характера? Ну, наша работа прежде всего предполагает усидчивость и внимательность, работа с документами и работа с людьми, которая подразумевает коммуникабельность, найти общий язык. Люди разные абсолютно бывают. И также разные ситуации возникают в работе. Ну, это усидчивость, внимательность, коммуникабельность и аккуратность в работе с документами. Так что, если кто хочет, учитесь, приходите. Масса людей нам из техникум, из нашего приходят на практику. И некоторые девочки остались там, им нравится. То есть, они приходили на втором курсе на практику, там, то есть, в архиве, клеили какие-то конвертики, разбирали документы, сшивали дела. После этого им понравилось, они приходили. И так вот нас оформили. То есть, у вас и рабочие места есть, что хорошо. Ну, не так много, как хотелось бы нам, но мы всегда рады. Хорошо, Виталий Алексеевич, мы надеемся, что давайте после 15 сентября, как там будет ситуация, изменится, может, какие-то новые документы появятся, люди все равно переживают. Вот почему-то все сентября ждут с каким-то таким нетерпением. Все. Вот, приходите еще, пообщаемся на эту тему. Спасибо за ответы. Напомню, что у нас сегодня в студии был Виталий Алексеевич Чепрасов, заместитель начальника отдела по вопросам миграции межмуниципальным управлением ВД России Люберецкое. Ну, а меня зовут Николай Пивненко, это была программа «Открытый диалог». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова